Вы, конечно, знаете, что иммунитет спасает нас от инфекций с помощью антител и лимфоцитов. Но иногда клетки-защитники как будто сходят с ума и начинают активно помогать захватчику, убивая своего хозяина. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору». Доктор уже в студии. Сегодня об иммунитете. Мы поговорим с врачом-аллергологом-иммунологом Максимом Золотовым. Здравствуйте! Поговорим же! Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, пожалуйста, готовьте все ваши вопросы, не отходите далеко от телефона и звоните к нам сюда. 202-11-22. Итак, Максим Олегович, мне кажется, что сначала стоило бы поговорить о том, где живет иммунитет. То есть мы говорим иммунитет-иммунитет, а где он, в каком месте нашего организма он находится? Ну, иммунитет, он имеет очень сложное строение, состоит из множества клеток. И сказать, что у него вот есть орган печень, который приводит детоксикацию, или есть легкие, благодаря которым мы дышим. В иммунной системе такого нет. Они есть в каждом нашем органе, распространяются по организму с помощью крови. И есть практически везде. Нет такого органа, за исключением некоторых, куда бы ни проникала наша иммунная система, где бы она нас не защищала. А отчего тогда говорят, что иммунитет живет в кишечнике? Это часто я слышу, и на приеме часто очень люди говорят, мне самому интересно, откуда эта информация берется, потому что я даже не знаю, что на это ответить. Есть он и в кишечнике, есть он и в печени, и в легких, и в полости рта, и в полости носа, и на кожах. Наши иммунные клетки есть везде и защищают они нас везде. То есть нет такого отдельного органа, как иммунная система? Нет, к сожалению, нет. Есть отдельные органы, из которых эти клетки появляются, или где они формируются. Но именно чтобы они только там обитали, такого нет. Есть понятие врожденный иммунитет и приобретенный. Ну, врожденный, понятно, ты рождаешься уже с какой-то настроенной иммунной системой. А приобретенный, собственно, откуда он берется? Вот врожденный и приобретенный, это такое деление двоякое. Есть как бы точка зрения обычная, которая учит нас на биологии, что есть иммунитет врожденный, с молоком матери передался, и вот ты не болеешь. А есть приобретенный, ты переболел и получил его, или тебе сделали, например, вакцину, и иммунная система выработала против нее иммунитет. В иммунологии врожденному и приобретенным иммунитетом называют как бы разные клетки иммунной системы. Врожденный, основная их функция, просто изгнать патоген из нашего организма. А вот приобретенный, или он по-другому называется адаптивный, основная его роль, это создать память, запомнить, и когда в следующий раз этот же патоген попадет, эффективно с ним бороться в более короткие сроки. И подготовить ответный удар таким образом, да? Именно так называется наша сегодняшняя программа, мы говорим об иммунной системе человека, и у нас в гостях врач, аллерголог, иммунолог Максим Золотов. Мы работаем в прямом эфире, не забывайте, номер телефона 202-11-22, с вашими вопросами в студию можно позвонить. Итак, иммунитет. А вот как она работает, иммунная система, то есть каким образом, что происходит в организме, и каким образом этот иммунитет вырабатывается? Ну, вначале патоген в любом случае попадает в организм. То есть мы что-то вдохнули, глотнули, лизнули. Вдохнули, скушали, попало на кожу, а тут же сразу же он захватывается нашими клетками и попадает в лимфатические узлы, где в зависимости от того, какой это патоген происходит, как бы формируется на него иммунный ответ, и начинает активная продукция клеток, которые как бы узнали, идентифицировали этот патоген, и они активно-активно-активно синтезируются, и их количество увеличивается. Хорошо. То есть попадает вирус. Ну, тема сегодняшнего дня, о которой, конечно, не можем не поговорить, коронавирус. Так вот, коронавирус — это необычная все-таки инфекция, а ответ иммунной системы на появление коронавируса, он тоже какой-то особенный. Вот мы с вами считаем, врачи, обычные люди, что он необычный, нам плохо от него, нас сажают на самую изоляцию, мы боимся. А вирусовки говорят, да, обычный вирус. Мы таких видели уже полно, у животных они есть, и у людей еще четыре коронавируса до этого знали. Вроде как ничего страшного. Для них это обыденность. Но просто они раньше не вызывали такие громадные вспышки по всему миру. В целом, иммунитет по-разному реагирует на бактериальные патогены и на вирусные. Поскольку бактериальные патогены, они не проникают внутрь наших клеток, с ними легче бороться. А вирусы, они проникают внутрь, и клетки иммунной системы не могут их достать. Главное, что они могут сделать, уничтожить клетку, пораженную вирусом. И таким образом осуществляется борьба с любыми вирусами. То есть без разницы, будет это коронавирус, грипп, вирус иммунодефицита человека, наша иммунная система, самое главное, чтобы вирус не размножился дальше. Кто уже, куда он проник, все, ему смерть. Остальным зато жизнь за счет этого. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот у меня дочь молодая женщина, 42 года. Болеет бронхиальной астмой, но и в сильно выраженной форме. Можно ли сделать прививку от гриппа? Раньше считалось, что аллергические заболевания – это противопоказания для прививок, для вакцин. В настоящее время говорят, что наоборот, нужно обязательно вакцинировать особенные лица, у которых есть хронические заболевания органов дыхания, к которым относится бронхиальная астма. То есть вакцинировать нужно, но при одном условии – если нет обострения заболевания. Если человек чувствует себя хорошо, постоянно принимает препараты или без препаратов справляется, то его можно вакцинировать. Если у него есть обострение заболевания, вакцинировать ни в коем случае нельзя. Раз уже телезрители нас настроили на волну вакцинации, давайте об этом тогда тоже сразу поговорим. А вот каким образом вакцина помогает нашему иммунитету? Что она с ним делает? Что происходит при ее введении? Вакцина, по сути, когда мы делаем вакцину, мы переносим заболевания в очень легкой форме. Часто же бывает, что люди делают вакцину, на следующий день может подняться температура, вместе инъекции образуются, может покраснение, боль. Это говорит о том, что наша иммунная система начала работать в отношении этой вакцины. То есть это имитация заболевания в его очень легкой форме. Вакцинация, она же не препятствует тому, что мы не заболеем. Такого нет. То есть даже если вы привились от гриппа, это не исключает заболеваниями гриппом. Другое дело, что вы перенесете его в более легкой форме. Вы его можете вообще не заметить. Можете полежать с температурой, и оно пройдет. То есть сейчас даже проведены исследования, ни один человек, который привился от гриппа, он не умер от гриппа. Особенно, когда бывали вспышки в 2010 году, в 2016 году. Из тех, кто прививался от гриппа, не умер ни один человек. Примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы задать такую вопросу доктору. Уважаемый доктор, скажите, вот я переболела коронавирусной инфекцией. Скажите, могу ли я заболеть второй раз? И как мне вообще сейчас туда лезть? То есть нужно ли мне соблюдать меры безопасности, которые приняты у нас сейчас? Столько мне делать вакцину от этого коронавирусного? Скажите, пожалуйста. А сколько прошло времени после того, как вы выписались уже? Ну, из больничного, да. Я выписалась три месяца назад. То есть три месяца назад я переболела из-за заболеваний в средне-тяжелой форме. У меня была с неймония. Смотрите, насчет вакцины. Спасибо за вопрос. Поскольку вы уже переболели и прошло достаточно короткий промежуток времени, три месяца, ну, как бы делать вакцину не имеет смысла. Пока еще есть наши клетки, которые нас защищают. Другое дело продолжительность этого иммунитета, сколько она длится, сейчас мы сказать не можем. Поскольку первый случай в России, который появился, это был март-апрель этого года. То есть еще полгода прошло максимум. Поэтому слишком маленькая выборка, чтобы посмотреть, сколько этот иммунитет держится. Предыдущий коронавирус, который был, по-моему, в 2010 году SARS, говорят, что люди, которые им переболели, новым коронавирусом не болеют. То есть иммунитет стойкий. Но какой он к этому вирусу, мы пока не знаем. То есть есть противоречивые источники. Кто-то говорит, что нестойкий, кто-то говорит, что стойкий. То есть насчет вакцины делать ее не стоит. То, что вы переболели, это, скорее всего, защищает вас от повторного заболевания. Но не защищает от того, что вирус попадет к вам. Вирус к вам попадет и может начать какое-то время размножаться, пока наша иммунная система будет на него отвечать. Соответственно, вот этот небольшой промежуток времени вы можете выделять вирус в окружающую среду. Вы это не почувствуете, вы не заболеете. Но люди, которые окружают вас, для них вы можете представлять опасность. Поэтому все-таки стоит продолжать носить маски в общественных местах. Обязательно мыть руки, когда вы приходите с улицы. Или, наоборот, заходите с улицы. То есть все равно меры подосторожности соблюдать нужно и необходимо. Максим Олегович, а как быть с этой бесконечной дискуссией по поводу того, что маски не помогают? И вот сегодня, собственно, требованием, мы же живем в этом городе, в этой стране, мы договорились соблюдать закон. У нас на всех учреждениях висит объявление, вход без масок запрещен. Тем не менее, ну вы понимаете, да, какой процент заходит в масках. То есть вот почему вообще происходят эти разговоры и как к этому относиться? Ну, люди у нас вообще очень негативно относятся к любым ограничениям. А тут особенно, когда заставляют носить маски, в них душно, лицо потеет, дышать тяжело. Поэтому они начинают сопротивляться. По моему мнению, носить маски нужно обязательно. Во-первых, потому что вирусы, они не летают просто вокруг нас. Они выделяются от людей, которые им поражены. Они выделяются с капельками слюны, мокроты, с эпителем, который можем мы выдыхать. Мы это не видим и никак не почувствуем, но это выходит. А маска все равно эти частицы задерживает. Поэтому носить маску нужно обязательно. Еще по поводу коронавирусной инфекции. Эпидемиологи говорят, что мы сможем ее как-то приостановить, действительно, когда 70-80% населения приобретет иммунитет, условно говоря, переболеет. Когда это случится, сколько потребуется на это времени и насколько это жизнеспособное утверждение? Нет, я думаю, что это абсолютно жизнеспособное утверждение, поскольку когда уже все переболели, соответственно, уже вирус не будет так распространяться. Он станет для нас обычным гриппом. Будет легче. Но проблема в том, что сейчас вот в Москве исследовали, где-то в конце лета были данные, что переболело около 20%. Это получается где-то за 5 месяцев. Ну вот, соответственно, чтобы еще 20% еще 5 месяцев. Ну, то есть, получается, около минимум года точно эта проблема от нас, к сожалению, никуда не денется. До весны как минимум. Ну, просто мне кажется, что лучше, если ты понимаешь, что впереди, и спокойно живешь в этих условиях, делая то, что от тебя зависит. Чем каждый день ждать с надеждой смотреть, ну, может быть, сегодня уже, да, может быть, уже завтра все закончится. Ну, здесь уже, к сожалению, предсказания какие-то бесполезны, уж сколько мы всего слышали за это время. Здесь уже просто нужно смириться с тем, что есть ограничения, привыкнуть к ним, и как бы, но сильно на этом акцентировать свое внимание не стоит. То есть, чтобы это стало нашей привычкой. Привычка взять маску, привычка лишний раз помыть руки. Но понятно, что если мы будем на этом постоянно фокусироваться, это будет вызывать депрессивные состояния, которые будут подавлять нашу иммунную систему. Здесь потребуется другой доктор. Да. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, при хроническом гепатите B нужно делать прививку от гриппа и от коронавируса? Спасибо за вопрос. При любом хроническом заболевании, в принципе, можно и делать вакцинацию. Главное, чтобы не было обострения этого заболевания. Что касается гепатита С и любых гепатитов, эти заболевания очень коварные. Они часто никак не проявляются. Зачастую даже вирусный гепатит С называется молчаливо убийцей. Тихий убийцей. Тихий убийцей. То есть люди вообще не замечают его. То есть здесь нужно контролировать все состояние, наблюдаться у гепатолога, у врача-инфекциониста, отслеживать уровень вирусной нагрузки, показатели печени. И если там все хорошо, привиться от гриппа и от коронавирусной инфекции стоит. Я еще раз напомню номер телефона 202-11-22. Мы сегодня говорим об иммунитете. А на ваши звонки отвечает врач-аллерголог-иммунолог Максим Золотов. По поводу иммунитета, опять-таки. А вот какую реакцию иммунной системы врачи называют цитокиновым штормом? Я в начале программы сказала о том, что иногда наши клетки-защитники как будто сходят с ума. Наверное, пришло время поговорить о чем это. Да, цитокиновый шторм – это процесс, когда наша иммунная система уже собирается и делает последнее, что в ее силах. То есть начинается большой выброс всяких биологически активных веществ, которые от безысходности, наша иммунная система это делает, она не может справиться с вирусом. Но получается, что она только делает себе хуже и травмирует органы, в случае, например, коронавирусной инфекции, это легкие. И усиливает поражение легочной ткани, вызывает ухудшение самочувствия таких больных. А правильно ли я понимаю, что когда очень сильная иммунная система, вот это происходит, а когда слабая, она, ну, собственно, отступает и сдается перед врагом? Да, она слабая, и эффект получается, по сути, один и тот же, исход один и тот же. Только по-разному это проявляется. А исход, что когда иммунная система слабая, что когда она слишком сильная, это всегда нежелательные последствия. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, даже если ковид протекает бисептонно или просто как вот обыкновенный грипп, вот самое же страшное в этой ситуации – это поражение легких? Да, конечно. То есть, если ковид протекает в легкой форме, то в этом ничего страшного нет. Нужно просто порадоваться, что все прошло легко и относительно безболезненно. Самое страшное осложнение – да, это вот как раз поражение легких. Я думаю, что вопрос вызван еще и тем, что вдруг есть риск пропустить это. То есть, симптомов нет, а легкие, тем не менее, поражаются. Это сопоставимые или это какая-то дилетантская точка? Да, такая опасность есть, и даже в медицинской литературе уже описано, что есть больные, у которых нет симптомов, им проводят компьютерную томографию и выявляется небольшой процент поражения легких. Но все-таки, все-таки такие больные, они чувствуют себя относительно нормально и нормально это переносит. То есть, больные, у которых было бессимптомное течение заболеваний, и чтобы потом их резко госпитализировали, все-таки такого пока, слава богу, не описано. Ну, наверное, вот этим еще отчасти вызвано то, что сейчас все стремятся попасть на КТ, собственно, даже не испытывая никаких симптомов, просто для того, чтобы убедиться, а все ли хорошо, а вдруг все проходит как-то незаметно. Ну, все-таки компьютерная томография – это рентгенологический метод исследования, и там используются рентгеновские лучи, которые все равно, да, там меньше, чем, например, при обычном рентгене грудной клетки, но все равно это излишняя лучевая нагрузка на организм. И делать ее просто так не стоит, особенно сейчас, когда есть большое количество людей, которые в этом действительно нуждаются, они не могут попасть туда. Ну, нужно всем, как кесарю кесарю, то есть тем, кто нуждается, сделать, пока у вас все нормально, если врач считает, что вас пока не стоит направлять, то не нужно срочно бежать и делать эту компьютерную томографию. Давайте поговорим еще со зрителями. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос к доктору. У меня на все гипотензивные препараты аллергия в виде кашля. Притом кашля такой разрывающей до головной боли. Принимать антигистаминные в моем возрасте, а мне 70 лет, не очень хочется, лишние таблетки. Может быть, у доктора есть какой-то совет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, здесь сложно так сказать. Антигипертензивных или препаратов, которые снижают давление, очень много. В основном есть одна группа препаратов, это ингибитор ангиотензин, превращающего ферменты, известный каптаприл, инолаприл, рамеприл. И вот чаще всего они вызывают кашель. А для других групп, например, там, амлодипин и другие препараты, они все-таки, кашель-то для них не характерен. То есть здесь нужно просто посмотреть, чем человек лечился, и совместно аллерголог и кардиолог, чтобы посмотрели, может быть, можно и заменить на другой препарат, который снижает давление. А все-таки к кому, какому доктору в первую очередь вы посоветуете сейчас пациенту? В первую очередь, наверное, все-таки лучше к аллергологу, чтобы он посмотрел хотя бы список этих препаратов и дал рекомендацию, какие можно назначить. А кардиолог подобрал, чтобы из тех препаратов, которые аллерголог сказал, кардиолог подобрал наиболее подходящий для конкретного пациента. Мы с вами не договорили про цитокиновый шторм и про коронавирус. Вот одно из самых... Ведь, по сути, люди погибают не от самой коронавирусной инфекции, а их убивает собственный иммунитет, то, о чем мы сейчас говорили. Ну, я, может быть, утрирую, да? Но вот одно из самых грозных осложнений новой коронавирусной системы – это как раз респираторный дистресс-синдром. Я уже специально выписала себе этот медицинский термин. Ну, надеюсь, что вы проясните его значение. Ну, вообще, острый респираторный дистресс-синдром или аббревиатура ОРДС, она развивается не только при коронавирусной инфекции. И врачи как бы знали про него и раньше. Говоря проще, это просто синдром, при котором легкие не выполняют свою функцию. То есть не происходит газообмена в легких и вызывается недостаток кислорода. Причины – это могут быть инфекции, может быть какой-то травмы легких и прочее. То есть причин для этого очень много. Другое дело, что вот этот синдром, который развивается при коронавирусной инфекции, он особенный. Он протекает по-другому и бывает даже двух видов. Врачи как бы раньше с этим не сталкивались. И первое время это возникало очень большие трудности именно для врачей-реаниматологов, поскольку лечением таких больных занимаются они. И потом уже, как начали наши врачи с этим работать, в методических рекомендациях последних уже описаны схемы, как лечить, что назначать. То есть сейчас уже это не такая большая проблема, слава богу, как была в начале. То есть лечить мы стали однозначно лучше и эффективнее. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас в поликлиниках по месту жительства вакцина от гриппа, то есть грипп. Хочется узнать, появится ли утрек в октябре, стоит ли их ждать, или лучше не ждать, привезти к славе гриппам. Или они все-таки в скором времени не появятся, например, в Москве уже есть. Какая остановка в товаре? Спасибо вам за вопрос. Ну вот насколько я знаю, что в поликлинике у нас обычно только сови гриппа поступает в последние годы. Я не слышал, что в каких-то поликлиниках было ультрекс или вакси грипп. Основное то, что делал в поликлиниках, это сови грипп. Насчет ждать или не ждать. Грипп – это сезонное заболевание. И, соответственно, прививаться нужно перед сезоном, чтобы иммунная система успела выработать антитела и выработать защиту против этого патогена. Времени осталось не так много. Сезонный подъем гриппа начинается с ноября-декабря. Поэтому прививаться нужно, ну, хотя бы край в ближайшие неделю-две. Есть смысл разбираться, такая вакцина, другая? Ну, в целом сейчас все вакцины, они достаточно хорошего качества. Это серийные производства, на которых есть контроль. Поэтому, учитывая текущую обстановку, когда вакцину очень тяжело достать, я думаю, что можно уже прививаться с авигриппом, и все пройдет достаточно хорошо и без болезней. Можно и нужно. 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 А скажите, пожалуйста, почему одни болезни, вот, например, ветрянку, иммунитет запоминает навсегда, а другими, ну, например, у РВИ, можно болеть бесконечно в течение жизни? Ну, у этого есть несколько причин. Во-первых, у РВИ – это не так просто. Это не один какой-то вирус, грипп. Их около 50-100. И все они разные и по-разному попадают в наш организм. Это первое. Второе. Вирусы, они имеют такое свойство, как мутация. И то есть, если, например, против одних болезней они, вирусы, не так быстро мутируют, и антител хватает, чтобы с ним бороться, другие меняются участки, их очень быстро, и наша иммунная система уже не подходит, эти антитела как ключики. Они не могут вскрыть этот замок, и нужно новое. Что касается именно ветрянки, проблема-то в том, что ветрянка, она после того, как мы переболели, она никуда от нас не девается. Это герпес вируса, вирус ворицелозостер, и он остается в нашем организме. И если вы знаете такое заболевание, опоясывающий лишай или опоясывающий герпес, это как раз вот та же ветрянка, только у взрослых. Это один и тот же возбудитель. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Я хотела вопрос задать. Я в июне переболела ковидом, тяжелой формы, было поражение 40%. Какой у меня риск заболеть второй раз? Да, спасибо за вопрос. И понятно, что этот вопрос беспокоит многих. Уже мы пытались немножко на него отвечать. Но вот смотрите, вы когда отвечали на предыдущий аналогичный вопрос, сказали, что... Я вас правильно поняла? Что сегодня уже нельзя точно ответить. Возможно повторно? Только не еще, а пока нельзя точно ответить. Да, то есть пока это неизвестно. Но в целом прошел еще все-таки достаточно небольшой период, полгода. И эти полгода, то есть риск заболеть, он минимален. Антитела должны сохраняться. А вот что будет дальше, это уже большой вопрос. Сегодня модно, или, наверное, это неправильное слово модно, может быть, это такой, опять-таки, некий поступок отчаяния, сдавать анализы на антитела. То есть люди всего скорее хотят узнать, а вдруг мы уже переболели, а вдруг у нас уже есть иммунитет, и можно, ну, по крайней мере, хотя бы немножко расслабиться. Что это на самом деле? Что эти М, Джи и прочее? В этом разобраться достаточно сложно. Ну, антитела – это наши одни из главных защитников. И, соответственно, антитела, которые М, они быстрые защитники. Они первыми вырабатываются на инфекцию, и первыми повышаются в крови. Но, соответственно, они первыми повышаются, и первыми снижаются. То есть их пик наступает где-то через неделю с момента попадания вируса в организм. Они начинают нарастать через неделю. Пик где-то через недели 2-3. И потом еще недели 2-3 начинается их спад. Иммуноглобулины Джи, они более точные, более прицельно реагируют на патоген, но они дольше вырабатываются. Им нужно немножко потренироваться, прежде чем, так сказать, выйти в бой. Поэтому иммуноглобулины Джи появляются в крови позже. Счет того, сдавать или не сдавать на антитела, это вопрос обсуждаемый. Поскольку тест-системы появились достаточно недавно, вирус мы знаем, ну, 9 месяцев, то есть зависит от качества тест-систем, которые произведены. В целом, конечно, если у человека выявляется иммуноглобулины Джи, он может выдохнуть спокойнее, но меры предосторожности нужно все равно сохранять. Поскольку у вас могут быть иммуноглобулины Джи, а у вашего коллеги, соседа, с тем, с кем вы проживаете, у них их может не быть. Поскольку все-таки к завершению идет наш разговор, я бы хотела, чтобы мы обязательно успели поговорить об очень важной вещи. У меня, собственно, и вообще на весь эфир был для вас один-единственный вопрос. Что сделать со своим иммунитетом, чтобы настроить его как идеальную защитную систему? Можно это как-то реагировать? К сожалению, настроить ее так, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией? Вообще ничем бы желательно, конечно. Такое, к сожалению, невозможно. Но в любом случае нужно ее поддерживать. А главное, чем мы можем ее поддерживать, это правильным питанием. Обязательно наш рацион должен быть разнообразным. Он должен включать и мясные продукты, и молочные, и рыбы, и овощи. То есть стараться, чтобы был какой-то баланс. Учитывая, что наступает сезон осень, ближе к зиме, в нашей полосе фруктов, овощей их не так много. И, может быть, имеет смысл пройти какой-то курс поливитаминов. Перед этим немножко подготовить организм к их дефициту. И также обязательно в работе иммунной системы нужны селен и цинк, микроэлементы, которые участвуют в иммунных реакциях. И самое главное, здоровый сон. Здоровый сон. Замечательно. Давайте ответим еще успеем на один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Мне бы очень хотелось узнать, какой у меня иммунитет. То есть насколько он сильный, слабый в целом. Есть ли какие-то анализы, которые я могу сдать и которые мне вот эту картину обрисуют? Спасибо. Замечательный вопрос, по-моему. И очень актуальный. Люди очень часто переживают, что у них плохо работает иммунитет, что с ним что-то не так, хотят сдать анализы. Анализы можно сдавать, но большой вопрос, имеет ли это смысл. Поскольку нарушения в работе иммунной системы, они не протекают скрыто. Есть такие болезни, которые как бы характеризуют нарушения в иммунной системе. То есть если вы там один, два, три раза за год перенесли простудные заболевания, в этом нет ничего страшного. А вот если у вас были рецидивирующие гаймориты, синуситы, пневмония один или два раза, это за год. Это уже показатель того, что в иммунной системе есть какое-то нарушение. И вот здесь уже стоит обратиться к врачу-иммунологу, который назначит вам до обследования. Как бы бросаться сдавать все подряд, это, наверное, не имеет большого смысла. Поскольку иногда даже нарушения, мы можем их видеть, а в иммунологическом обследовании все хорошо. То есть здесь лучше поговорить с доктором и посмотреть, какой именно фактор иммунной системы нарушается и что с этим можно сделать. Максим Олегович, если бы вы составляли рейтинг врагов иммунитета, вы бы что поставили на первое место? Рейтинг врагов иммунитетов? Наверное, на первое место это недосып, неправильное питание и стрессы. Ну, их сложно даже рейтинговать, они периодически меняются, но в целом это вот три основных ключевых звена, которые приводят к нарушению в работе нашей иммунной системы. А почему недосып на первом месте? Ну, потому что, когда мы спим, наш иммунный организм отдыхает, а иммунная система работает. И она борется как раз в этот момент с вирусами, с патогенами. Все равно часто мы бываем, что мы просыпаемся и чувствуем себя лучше, чем если мы не выспались, даже когда болеем, простуды есть. То есть к вечеру наше самочувствие обычно ухудшается, температура поднимается, чихание, кашель усиливается, а просыпаемся и лучше. Это время организму бороться с инфекцией и не отвлекаться на что-то другое, на работу других органов и систем, которые в это время отдыхают. То есть во сне ей бороться удобнее и проще, правильно я понимаю. Кстати, замечательный совет. Итак, сегодня в программе «Звоните доктору» был врач-аллерголог-иммундолог Максим Золотов. И давайте воспримем главный этот совет, будем хорошенько высыпаться и беречь свой иммунитет. Встретимся ровно через неделю в программе «Звоните доктору». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова